Здравствуйте в этом видео продолжим тему браузера Google Chrome о котором я уже записывал несколько роликов будем делать настройку которая поможет использовать браузер удобнее если пользователь активно использует браузер то такая настройка может сделать работу более эффективной в каких случаях это может быть полезно если у пользователя есть две и более электронных почты к примеру каналы на ютубе инстаграме других соцсетях вообще любой фрилансер найдет варианты использования в настройке которую мы рассмотрим я покажу на простом практическом примере так будет намного понятнее на какой винде это можно настроить на любой версии windows 7 8.1 а также десятка или одиннадцатая версия нужно просто чтобы у вас был установлен браузер Google Chrome о том как скачать браузер установить настроить и использовать я подробно рассказывал в этом видео посмотрите возможно оно будет вам полезно у меня Google Chrome уже установлен он настроен как браузер по умолчанию впрочем для этой настройки делать Chrome браузером по умолчанию не обязательно у меня открыт поиск Google я начну настройку именно отсюда если ваш главный браузер тоже Chrome наверняка вы уже давно вошли в свой Google аккаунт большинство пользователей которые смотрят YouTube делают именно так в этом случае у вас здесь нет кнопки войти и видно вашу аватарку или кружок с буквой также здесь может быть вот такой значок в правом углу видно две иконки это нижняя иконка мой Google аккаунт подсказка не даст соврать верхняя иконка это аккаунт пользователя этого браузера Chrome также часто можно слышать что это профиль пользователя в браузере я могу отредактировать этот профиль нажав сюда кроме того я могу добавить новый профиль создать его все профили которые создал пользователь будут видны в этом списке в этом окошке мы уже кое-что рассматривали например вот эту кнопку пароли я делал это в этом видео о том что такое Google аккаунт и профиль в браузере Chrome в этом видео говорить не буду можно сделать отдельное видео на эту тему если интересно ставьте лайк пишите комментарий повторю еще раз чтобы создать новый профиль нажимая на верхнюю маленькую иконку внизу в списке о котором упомянул нажимаю добавить открылось окно создания профиля здесь два варианта можно нажать на кнопку вход или продолжить без входа в аккаунт в чем разница между этими кнопками упрощенно можно сказать так если вы хотите добавить в профиль свой существующий Google аккаунт нажимайте на кнопку вход если у вас другая почта к примеру Яндекс Мэйл или любая другая и вы не регистрировали эту другую почту как Google аккаунт то выбирайте продолжить без входа в аккаунт я начну с первого варианта нажимаю вход мне предлагают авторизоваться у меня данные аккаунтов есть вот в этом текстовом документе копирую логин использую ctrl плюс v нажимаю далее делаю то же самое с паролем теперь мне предлагают включить синхронизацию если я нажму ok то все сохраненные пароли история закладки и другие данные с этого устройства с этого компьютера будут храниться в облаке Google если я войду в свой Google аккаунт на другом устройстве компьютере или телефоне данные синхронизируются и я смогу видеть свою историю закладки сохраненные пароли и другие данные на этом другом устройстве я смогу переходить по закладкам которые сделал на компьютере подставлять сохраненные пароли я нажму ok здесь можно изменить тему окна это будет актуально если вы будете создавать несколько разных профилей в этом браузере можно выбрать любой из предложенных цветов или настроить свои я выберу оранжевый название профиля тоже можно изменить чтобы вы сразу понимали зачем этот профиль например написать сюда email аккаунта можно написать что-то еще нажимаю готово в профиль можно внести изменения в любой момент для этого нажимаю маленькую иконку в верхней части нажимаю на карандаш настроить профиль в верхней части мы уже все выбрали можно выбрать аватарку для профиля можно оставить ту которая есть по умолчанию в гугл аккаунте или выбрать другую иконку чтобы вы опять же понимали что это за профиль я выберу вот такую внизу рекомендую включить тумблер создать ярлык на рабочем столе появился ярлык с иконкой теперь можно сделать небольшие настройки самого браузера в этом профиле открываю новую вкладку нажимаю на кнопку почта можно сделать так чтобы при открытии этого профиля открывалось окно с электронной почтой для этого нажимаю на три точки выбираю настройки здесь нажимаю на кнопку настройки нас интересует запуск Chrome здесь выбираю заданные страницы чтобы быстро настроить просто нажимаю использовать текущие страницы как видим здесь отобразилось именно то что мне нужно почта потому что она открыта здесь теперь можно закрыть окно браузера второе окно можно тоже закрыть название ярлыка также можно отредактировать выбираю переименовать и уберу лишнее упоминание о том что это Евгений и то что это ярлык теперь ярлык соответствует тому названию которое я присвоил профилю запускаю его как видно у меня открылась страница с электронной почтой если вы будете часто использовать свои профили то можно закрепить их на панели задач теперь открою браузер любым ярлыком и и добавлю еще один профиль для этого снова нажимаю сюда выбираю добавить если у вас есть электронная почта на другом сервере то есть это не google почта и вы не хотите делать ее google аккаунтом а хотите просто использовать то в этом случае можно нажать нижнюю кнопку продолжить без входа в аккаунт сюда можно вставить название почтового ящика выбрать тему оставляю создать ярлык на рабочем столе нажимаю готово теперь войду в почту данная почта на mail.ru заходим на сайт нажимаю кнопку войти пароль нажимаю снова войти здесь сохраняю пароль теперь у меня есть второй ярлык загружается почтовый ящик который не является google аккаунтом разумеется кроме почты можно открывать любые другие сайты то что я добавлю в один профиль будет доступно только в нем во втором профиле можно добавить свой комплект сайтов закладок запомнить свои пароли если я часто смотрю какой-то канал я могу зайти на этот youtube канал и можно открыть веб-версию google диска быстро это можно сделать так нажимаю на приложение google и выбираю здесь диск и добавлю все сайты при открытии браузера открываю второй профиль открывается почта здесь открою еще пару сайтов также добавляю их в стартовой странице этого профиля таким образом у меня теперь два удобных ярлыка для открытия отдельных профилей в браузере в каждом из них есть свои закладки пароли страницы открываемые при запуске оценить удобство работы с такой настройкой может каждый пользователь если такая настройка вам не понравилась можно удалить ненужные профили для этого в любом профиле нажимаю на иконку профиля в нижней части где написано другие профили нажимаю на шестеренку управление профилями в открывшемся окне видно все профили которые добавлены from можно удалить ненужное или добавить новый если я хочу удалить этот профиль нажимаю на три точки и выбираю удалить браузер предупреждает что вместе с профилем будут удалены вот такие данные история браузера пароли закладки данное автозаполнение эти данные будут удалены только из браузера с самим аккаунтом ничего не произойдет здесь хочу сказать о паролях часто пользователи пишут мне что забыли пароль от почты или другого аккаунта но они заходят в него так как браузер запомнил пароль прежде чем удалять какие-то пароли из браузера убедитесь что этот пароль хранится у вас где-то еще о том как посмотреть пароли которые запомнил браузер хром я подробно говорил в видео о котором уже упомянул нажимаю удалить профиль удален вместе с ним удалены его ярлыки на рабочем столе и панели задач то же самое можно сделать с другими профилями